Приветствую YouTube, приветствую моих уважаемых зрителей. Сегодня более подробно, более детально поговорим об очень известном револьвере компании, уважаемой компании, одной из лучших на сегодняшний день, компании по производству огнестрельного оружия, компании Smith & Wesson. Это револьвер Smith & Wesson 44 Magnum, который в момент своего появления назывался Smith & Wesson 29. Ну, то, что вы видите сейчас на экране, это его модификация, 629 модель. Забегая несколько вперёд, скажу, что цифра 6 добавляется, так сказать, перед цифрой. Предномером оружия, в случае, если он выполнен из нержавеющей стали, то, что вы видите сейчас на экране, это 629, со стволом в 3 дюйма. Вообще, вот эта конкретная модель выпускается, опять же, несколько сбегая вперёд, с 1978-1979 годов. И выпускается она и выпускается в двух вариантах. Это со стволом 3 дюйма, как вы видите, сейчас видите на экране, и со стволом 6,5 дюймов. Или ещё называют классик такой размер. Так вот, 29-й Smith & Wesson, или как его в народе окрестили 44 Magnum, Smith & Wesson 44 Magnum, он был разработан в середине 50-х годов, точнее сказать, в 1955 году. И это тесно связано с одним из инженеров компании, человеком-легендой, по имени Элмер Мерифилд Кейт. Это был легендарный человек, он был фермером из штата Айдаха, был писателем, заядлым охотником, прекрасным стрелком. Ну и по всей видимости, можно предполагать, что идея создания револьвера под мощный патрон, по сути, охотничий патрон, который изначально не создавался под использованием в револьверах. Вот, ну вот он решил сделать револьвер именно под этот патрон, по всей видимости, потому что имел желание иметь оружие, запасное оружие для защиты от крупного зверя. Будучи заядлым охотником, такой вариант, конечно, это было бы неплохо, на то время этого не было. Вот он экспериментировал, причём эксперимент он начал задолго до создания револьвера, вот, где-то с середины 20-х годов прошлого века, экспериментировал с патроном 44 Special, это патрон от 1907 года, который, в свою очередь, был сделан на основе патронов 44 Russia, но о калибрах несколько позже, я вам такую, как бы, выжимку сделаю по патронам, очень коротенькую, я думаю, это тоже вам будет интересно, как справочный материал, чтобы не лазить по всяким источникам. Вот, так вот, он экспериментировал разные навески пороха, использовал разный вес пуль, непрерывные эксперименты, многолетние, вот, и в итоге был создан, наконец, патрон, значит, 44 Magnum, который по своей энергии превосходил хорошо известный патрон 357 Magnum практически в два раза. Вот, ну, надо сказать, что на тот момент, это был 1955 год, Смит Инверсон компания не имела возможности выпускать патроны в то время, и поручила это дело компанией Remington Arms. Вот, ну, для усиления конструкции револьвера была изготовлена новая рамка, рамка N, из прочного сплава. Ну, надо сказать, что после своего выпуска изначально револьвер 29 или 44 Magnum не пользовался особой популярностью, ну, покупали его охотники отдельные, спортсмены, и удивительно, что он, в общем-то, не имел большого успеха и среди полицейской популяции, так сказать, полицейские тоже его не особо жаловали из-за его достаточно больших габаритов. Ну, вот, модель с трёхдюймовым стволом в то время не производилась. Ну, вот. Вес большой, габариты большие, неудобства при ношении, очень приличная отдача, запредельная мощность, поэтому особой популярностью среди полицейских структур Ливарвер Тегода не пользовался. Однако, проведение и случай, и судьба благоприятствовали компании Смиттен Вессон и, в общем-то, этому очень-очень интересному револьверу, по сути, культовому. Так вот, всё изменилось в 1971 году. Я думаю, это уже история набила оскомину. Но, тем не менее, несколько слов. И кое-какая информация, которая мало кому известна. Так вот, в 1971 году на экраны мира вышел фирм «Грязный Гарри», где роль полицейского Каллахана исполнил Клинт Истут. Все проблемы и вопросы с преступным элементом он решал на экране, лихо управляясь с револьвером с 44-м «Магнумом» 29-м, которым, так сказать, решил его вооружить. продюсерское братье в то время. фильм пользовался совершенно бешеной, невероятной популярностью. Но могу сказать, что затраты на съёмку фильма составили порядка 4-х миллионов долларов. Однако, в 1971 году, в год выхода на экраны, он заработал за этот год 36 миллионов долларов. В общем-то, 4 миллиона долларов на съёмку – это по нынешним временам не бог весть какие деньги, с учётом того, что сейчас тратят сотни. Но, тем не менее, по тем временам вот эта разница между затратами и прибылью была очень впечатляющей. Надо сказать, что сразу же после выхода этого фильма на экраны, не только в Штатах, но также и по всему миру, пистолет приобрёл совершенно невероятную популярность. Начали его сметать с полок магазинов. И компания «Спиттингвестон» пришлось увеличить выпуск этого оружия в несколько раз. Так вот, не все знают, что на момент съёмок фильма, кстати сказать, Клинт Испут несколько месяцев перед съёмками тренировался в стрельбе из этого оружия. 44-го «Магнума» неплохо у неё это получалось. Ну, крепкий мужчина. Боевой дядька. Очень уважаемый, кстати, в гильдии кинематографистов, очень уважаемый человек. Он уже преклонного возраста, но тем не менее ещё пока в строю продолжает режиссировать картины. Очень неплохо у неё это получается. Выдающийся, так сказать, деятель от кино. Так вот, тренировался несколько месяцев, однако, надо сказать, что на тот момент в калибре 44 «Магнум» холостых патронов не существовало. И поэтому в реальных съёмках, ну и отдача была, конечно, там очень-очень сильная. Привыкай, не привыкай, но всё равно это не больно комфортно. Так вот, использовал он револьвер очень похожий, Smith & Wesson 25, классик, вот, со стволом 6,5 дюймов. Вот, он использовал патрон либо 45 «Лонг Кольт», 45-й калибр, либо 45-й SCP, с мунглипсами, разумеется, поскольку он бесфланцевый. Пистолетный патрон для револьвера надо было мунглипсы использовать. Так вот, отдача была значительно меньше, комфортнее было с него стрелять. Вот, и на экране отличить эти два оружия было практически невозможно. Буквально несколько слов о патроне 45-го калибра «Лонг Кольт». Это патрон известен с 1800, обратите внимание, с 1872 года. Вот, и при весе пули где-то от 14,5 до 21 грамма, он имел начальную скорость от 260 до 440 метров в секунду, при дульной энергии от 570 до примерно 1500 джоулей. Ну, а теперь поговорим непосредственно о револьвере с Митон-Весом 29, 44 Магнум. Это классический пистолет двойного действия, с усиленной конструкцией, на рамке N, под 6 камор барабана. Выпускался он с различными стволами. Базовая модель, вот классик, она выпускалась со стволом 6,5 дюймов, а также выпускалось оружие с размером ствола 8,3,8. 3 дюйма, 10 дюймов, 6 дюймов и 4 дюйма. И вот, как я уже сказал, модель из нержавеющей стали с длиной ствола в 3 дюйма и в 6,5 дюймов начала выпускаться под названием 629, с 1978, по другим данным, 1979 года. Достоинство этого оружия безусловно имеет и свои достоинства, и свои недостатки. Можно сказать, что револьвер отличается высокой точностью. В частности, вот есть данные, что на дистанции порядка 50 метров можно стреляя с рук без упора укладывать, так сказать, кучки. Где-то приблизительно разброс не более 2, максимум 3 дюймов. Это очень-очень неплохой результат для такой дистанции при съемке с рук с таким тяжелым оружием. Кроме того, в револьвере можно использовать патроны разного калибра 44 Magnum, 44 Russian, 44 Special, разных производителей. Оружие не очень требовательны к этому. Кроме того, этот калибр, этот патрон имеет очень высокое останавливающее действие, очень высокое. В принципе, для решения большинства проблем достаточно одного точного попадания. Да или не очень точного. За счет невероятной мощности, в общем-то, все вопросы можно решить. То есть, последующие выстрелы уже как бы и не понадобятся. Кроме того, за счет большого веса револьвер можно использовать как холодное оружие ударно-дробящего действия. Но из недостатков это очень мощная отдача, к которым нужно привыкать, тренироваться. Ну, в связи с этим, в связи с весом, в связи с такой отдачей довольно трудно вести скоростную стрельбу навскидку. Вот. Кроме того, вес и размер оружия делают достаточно проблемным его ношение, особенно скрытое ношение. Ну, пожалуй, из недостатков и всего. Ну, может быть, еще цена высокая. как самого оружия, так и достаточно высокая. Как самого оружия, так и патронов к нему. Ну, и теперь кратенько ДТХ конкретного ствола, который вы видите на экране. Еще раз напоминаю, что это Смит Эн Вессон, модель 629-я, в его люксовом исполнении, с длиной ствола в 3 дюйма. Давайте сразу убедимся, что ствол разрежен. Вот. Ну, он имеет абсолютно те же самые, так сказать, характеристики, которыми я уже говорил. Классический револьвер двойного действия, с очень мягким спуском в режиме Single Action, приемлемым спуском, очень даже приемлемым спуском в режиме Double Action. Вот. Ну, 6 камер барабана, понятно. Вот я продемонстрирую выстрел, спуск. Со спускового крючка нажимаем, практически свободного хода нет, почти нулевой. Мягчайший, совершенно мягчайший спуск, удивительно. Отсутствует свободный ход, очень легкое усилие, но в режиме Double Action достаточно комфортно тоже стрелять. Вот. Ну, рукоятка здесь из ценных про дерево, понятно, я, скорее всего, буду менять, потому что отдача уж больно тяжелая для восприятия. Попробую еще в перчатках тактических пострелять. Посмотрим. Может быть, будет немножечко комфортнее. Вот. Мушка сменная, в принципе, можно поменять, правда, здесь не ласточкин хвост, но выбивается пин. можно мушку поменять, но она достаточно комфортная. Целик регулируемый в обоих плоскостях, по вертикали, по горизонтали. Микроскопический люфт, пока курок не заведен при взведенном курке. Люфт отсутствует полностью. Вот. Обратите внимание, насколько аккуратно все выполнено. Вот. В плане экстракции отработанных гильз. Качество совершенно феноменальное. очень-очень круто. Маслица у меня все еще. Вот. Ствол отличается очень высоким качеством изготовления. Не зря он пользуется достаточно высокой популярностью по сей день. Вот. Значит, в отношении размеров его ширина в максимально широкой части на уровне барабана это 43 миллиметра с десятыми 1,2 миллиметра. 43,2 миллиметра. Высота 155 миллиметров. Вес мы сейчас посмотрим. Взвесим его. Тут надо хорошо весы устанавливать, чтобы упор был хороший, иначе они будут подбирать. Давайте посмотрим. Может быть все у нас получилось. Да, это сейчас 145 грамм. Без патронов. Ну, можно добавить 6 штук патрончиков, просто из любопытства посмотреть, что будет. Раз. Так. Не хочется вставлять сейчас камера. Раз, два, три, четыре, пять, и шесть. Что мы получаем? Получаем 1284 грамма. Вот, это уже похоже на правду, да. Но даже при таком весе отдача у него очень-очень некомфортна. Учтите, что это патроны тридцать восемь спешил, ой, сорок четыре спешил, я извиняюсь, тридцать восемь, наговорка по Фрейду. Вот, сорок четыре спешил. 44 магнум мощнее. Сейчас я вам выжимку такую коротенькую дам еще по патронам. Значит, еще я не сказал, что револьвер, револьвер вот этот 44 магнум после своего появления считался самым мощным револьвером в мире и оставался таким достаточно долго, но с одной оговоркой, правда, с одной оговоркой. Но, вообще-то, до тех пор, пока не вышла модель револьвера в 2003 году 500, с метанвестом 500, под патрон опять же 500 магнум, он считался одним из, не одним из, а самым сильным револьвером в мире. Так вот, небольшая оговорка, которую я говорил, каламбурчик получился. Говорил про оговорку. Короче говоря, через достаточно короткое время, после выхода на рынок модели Смиттен Вессон 44 магнум, компания Ругер или Штурм Ругер выпустила револьвер Ругер Блэк Хак черный ястреб. Причем она выпустила его в том же самом калибре для начала 44 магнум. Вот там достаточно интересная история полукриминальная по сути своей существует версия, что один из сотрудников компании Ремингтон, который выпускал в то время по заказу компании Смиттен Вессон эти патроны в таком калибре, передал несколько патронов и техническую документацию компании Штурм Ругер. Но это не подтвержденные данные но это наиболее достоверная версия потому что еще гуляет версия что якобы случайно обнаружили чуть ли не на помойке эти гильзы отработанные и вот поняли что компания Смиттен Вессон готовится к выпуску такого мощного револьвера и решили не отставать от этого дела. Кстати револьвер Ругер Блэкхак он выпускался тоже с разными размерами длиной ствола и выпускался под самые разнообразные калибры кстати сказать если мне память не изменяет по-моему там была предусмотрена возможность смены барабанов но он в дизайне такого старого пистолета еще 19 века вот выглядел как бы немой стиль кроме того он был только в сингл экшен дабл экшен предусмотрено не было только сингл экшен ну вот так вот возвращаясь опять же к 44 магнуму он считался самым мощным револьвером на протяжении нескольких десятилетий ну вот если не считать этот черного ястреба от Ругера а в 2003 году вышел еще один револьвер уже на рамке X еще более мощный совершенно чудовищный калибр 500 вот револьвер смиттен вессон 500 магнум или 500 давайте сейчас я сейчас приберу немножко сейчас уберем патрончики на место и я вам расскажу о калибрах очень коротко так вот револьвер смиттен вессон 500 под патрон 500 магнум как я уже сказал появился в 2003 году на рынке вот существуют варианты длиной ствола 4 дюйма 6,5 дюймов 7,5 дюймов и 8,38 дюйма начальная скорость пули с этим калибром 632 метра в секунду энергия пули в районе 4000 джоли чуть меньше чуть больше в зависимости от веса пули вот значит энергия это превышает в два раза энергию патрона под калибр 7,62 на 39 от автомата калашнику вот или того же пистолета Desert Eagle масса пули от 17 колеблется до 45 грамм те кто реально стрелял экспериментировал с этим оружием заявляли что отдача этого ствола очень напоминает удар Майка Тайсона ну не знаю испытывали на себе так сказать удар Майка Тайсона ну предположительно что это так теперь о патроне 44 Магнум который как я уже сказал сегодня говорил выпускается с 1955 года начальная скорость пули от 390 до 450 метров в секунду масса пули где-то 13-16 грамм энергия 2000 джоулей что в два раза превосходит энергию патрона 357 Магнум надо сказать что поскольку этот патрон создавался не для револьверов изначально а для оружия для оружия для охотничьего оружия для длинноствольного оружия так вот если стрелять этим патроном из ружья со стволом в 60 сантиметров так сказать в длиной и пули в 16 грамм то скорость увеличивается до 524 метров в секунду и энергия дульная 2142 джоуля это равняется приблизительной энергии от пули 7-62-39 от автомата Калашникова ну и наконец патрон 44 спешил вот он здесь горкой навален он известен с 1907 года разработан как усиленный вариант патрона 44 рашин но на бездыбном порохе вот пуля весит от 13 до 15 с половиной грамм начальная скорость 270 метров в секунду и энергия 456 джоулей ну и в заключение хотелось бы сказать что это оружие приобретается в настоящее время в основном охотниками как запасной вариант на случай защиты от опасного так сказать дикого крупного зверя в частности от медведей существует статистика причем многолетняя не менее двух десятков лет вот по самообороне от медведей в частности с этим оружием но не с этим вообще с оружием так вот по статистике наибольшую защиту обеспечил именно калибр 44 магнум этой статистике можно доверять потому что это действительно порядка 20 лет вот есть такие данные в литературе штатовской вот вообще медведь не приведи господь конечно встретиться с ним на лесной тропинке это очень страшный зверь по сути по сути природное орудие убийства может быть тоже не все знают у него нюх в сто раз превышает нюх собаки чем у собаки а собака как известно очень хорошая вещейка с очень хорошо развитым обонянием так вот в сто раз превышает собачий нюх он может определить присутствие человека за 2-3 десятка километров это удивительно такое себе трудно представить удар у него совершенно сумасшедшая сила превосходит тысячи килограмм доходит до 1200-1300 килограмм ударом лап он очень легко может перебить так сказать позвоночник хребет буйволу вот вырвать дверь автомобиля для него это вообще детская забава и при такой массе прекрасно лазит по деревьям может бежать со скоростью порядка 60-ти километров в час вот вообще при встрече даже не рекомендую изначально как бы сразу и стрелять до того как он не проявит явно агрессию со страха у него пальнешь если будут проблемы с попаданием точным недостаточный калибр и так далее он от этого столько более злобный более агрессивный становится потом попасть в него будет очень сложно потому что он дистанцию в 60 метров преодолевает чуть более 3 секунд там скорость достигает порядка 15-17 метров в секунду трудно себе представить при такой массе такую скорость развивает единственное чем природа не одарила медведя это хорошим зрением он немножко не очень хорошо видит но за счет нюха за счет осязания на лапах он хорошо очень ориентируется так что лучше с такой животиной в лесу не встречаться крайне опасно крайне опасно вот ну и в заключение еще раз хочу сказать что револьвер вот этот вот частности то что вы сейчас видите на экране это настоящая карманная гаубица ну или пушка именно карманная поскольку это самый маленький ствол вот в этом калибре который можно приобрести хотя нет в ру был еще ствол один дай бог памяти это было во времена вьетнамской войны во времена вьетнамской войны тогда выпустили специальную модификацию этого оружия под этот калибр по-моему там длина ствола была где-то ну на менее 1,75 по-моему дюйма была очень такой бульдожик был коротышка совсем вот специально было сделано для так сказать схваток в очень тесных помещениях в окопах так сказать и так далее для спецназа было сделано для спецкоманд и насколько я помню по-моему там что-то они придумали то ли с патроном то ли со стволом что он еще малошумный был или вообще бесшумный вот так что вот был даже и такой ствол где-то в сети я фотографию даже видел сейчас уж не буду искать ее не буду приводить ну просто для вашего так сказать осведомления так вот это карманная галбица вот которая одновременно может быть мощной защитой используется для спортивной стрельбы использоваться так сказать на охоте для крупного зверя ну есть данные что 44 магнум был успешно даже использован в Африке при охоте на буйволов вот ну по всей видимости там предполагалось что более так сказать по всей видимости от калибра то 44 магнум но видимо винтовки может быть просто револьвера но более длинным стволом ну или может быть предметом коллекционирования что тоже очень-очень неплохо по-моему я ничего не упустил все что хотел рассказал вот если у вас есть какие-то вопросы как всегда отвечу на них с удовольствием всем мира добра здоровья и удачи всем все самого-самого доброго с удовольствием